Почему не всем игровым зонам разрешается работать в Барнауле, выясняют корреспонденты Толка. В судах продолжается рассмотрение дел. Детские игровые комплексы в новых торговых центрах не могут располагаться выше второго этажа и дальше 20 метров от эвакуационного выхода. Такой ответ предоставила прокуратура Барнаула на запрос Толка о том, почему были закрыты игровые комплексы «Веселкина» и «Карамелька» в ТРЦ «Галактика», но не закрыты остальные детские зоны, расположенные на высших этажах. В прокуратуре напомнили, что до сих пор в суде рассматриваются вопросы нарушения требований пожарной безопасности в ТРЦ «Арена». Окончательное решение о закрытии объектов или их дальнейшей работе пока не принято. Напомним, массовые проверки начались почти во всех российских торговых центрах после трагедии в Зимней Вишне. Бейчанин продает камень за 3 миллиона рублей. Объявление о продаже Траванта появилось на сайте Авито. Траванты – это древние живые камни, которые якобы растут сами по себе. Они обладают идеально ровной круглой формой, будто специально были выточены. Живые камни начали находить в середине прошлого века, сначала в Коста-Рике, потом в Новой Зеландии. Продавец рассказал корреспондентам «Комсомольской правды» на Алтае, что нашел камень в Бииске, возвращаясь вечером с работы. Михаил начал изучать находку и выяснил, что камень предположительно из гранита или песчаника, а его вес – 5 килограмм 690 граммов. Политсибру рассказывает о том, как провел новогодние каникулы губернатор Виктор Томенко. Глава региона написал об этом пост в Инстаграм, говорит, что успел и отдохнуть, и поработать, сходил на концерт в филармонию, посетил городские елки, а встретил Новый год с семьей. На январских выходных Томенко побывал в Белокурихе, на озере Светлом, покатался на лыжах, на лошади, а в Рождество с женой сходил на концерт хора турецкого. Губернатор рассказал, что также работал над планами на этот год, принимал доклады от дежурных и проводил рабочие встречи. Пост Томенко сопроводил не только личными фотографиями, но и видео с лыжной прогулки. В Бийске пройдет ярмарка раздачи животных. Забрать питомцев жителям предлагает общество защиты преданность. Все коты и собаки привиты и стерилизованы, сообщает бийский рабочий. Кроме того, общество рассчитывает на помощь неравнодушных. На ярмарке они смогут передать сухой корм для кошек и собак. Крупы, миски, лотки, ошейники, поводки, цепи, любые расходные материалы. Ярмарка раздачи животных пройдет 13 января с 12 до 14 часов в парке напротив городского суда.